Закрытие спортивного сезона получилось праздничным не только из-за атмосферы, подыграла и погода. На дистанции участники соревнований вышли пусть и в осенний, но по-настоящему летний день. Около 2000 участников – это школьники, студенты, представители трудовых коллективов, предприятий и организаций. За свание сильнейших борются 200 команд, которые бегут 10 этапов. Старт и финиш на площади Минна и Пожарского, а сама дистанция проходит по улице Минна и Верхневолжской набережной. Первый этап, его называют нулевой, самый внушительный – 800 метров, на дистанции – самые сильные бегуны. Все было достаточно тяжело, потому что ветер был сильный, но мы все справились. Изначально верили в победу, что команда «Вашер»? Конечно, да. Почему? Потому что мы самые сильные. В эстафете важны выносливость, скорость и командная сплоченность. Потерянные секунды и заветные награды могут уйти сопернику. Правда, на этом пробеге соревновательный момент пусть и главный, но не единственный. Праздник спорта, прежде всего, объединяет людей. Движение – это жизнь, правильно? И ты должен это делать, как бы то ни было. Честь колледжа, сам показать, что на свои силы, на что ты способен, что ты умеешь делать. Это здорово, это объединяет, мы показываем людям альтернативу, как можно развлекаться ни с алкоголем, ни в кафе, а именно хорошее настроение, заряд бодрости. Ну и вообще просто супер. И каждый год мы собираемся здесь в сентябре уже, я лично четвертый год. Мне очень нравится. В этом году в самом центре Нижнего Новгорода пробег на призы газеты «Нижегородская правда» и правительство региона – не единственное соревнование. Еще четыре состязания, все объединены под общим названием «День эстафет» проходят поблизости. В них участвуют семьями и в диночку. Сегодня, кроме этой, центральной эстафеты, у нас еще есть эстафета «Восьмерка» по Чикаловской лестнице. Эстафеты «Чекпоинт» – очень интересная эстафета. Для ребятишек, для маленьких – конфета. Для семейной эстафеты, естественно, для мам, пап, бабушек, дедушек и ребенка. То есть сегодня наменен у нас такой замечательный праздник, который объединяет очень много активностей. Такие мероприятия, которые поддерживаются правительством Нижегородской области, они очень важны. Они дают людям возможность двигаться, двигаться и признанно получают всякие призы, подарки и так далее. И для себя это огромный плюс в копилку собственного здоровья. 92-й лихоатлетический пробег на призы газеты «Нижегородская правда» и правительство области уже по традиции собирает любителей и профессионалов бега со всего региона. Причем желающих покорить дистанцию из года в год все больше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...